Знаешь, еще про что хотел обсудить? Вот сколько проходил Каннский фестиваль, и вдруг посыпались так называемые Z-селебритис на его красную дорожку. Думаю, так, надо будет с Руставом это обязательно обсудить. Уверена, ты за этим следил два года. Обсуждал это. Следил и обсуждал. Я знаю, о чем ты хочешь спросить. Во-первых, Собчак, это понятно, что она пропагандистка путинского толка. Она за путинское абсолютно. И точно никак по-другому. И позволяет себе, конечно, такие вещи, уже понимая, что она палится очень сильно, она наезжает на уехавших. Поэтому у меня руки развязаны, говорит, я не все, что я хочу. Меня она не жалеет, а я вот человек, который уехал. И неважно, по каким обстоятельствам я уехал. Я уехал, у меня сейчас нет в России. Она всех скопом, чохом обзывает. И текстики эти, по-моему, пишет этот ее муж. Славный режиссер, который тоже, я так понимаю, на карандаше у абскурантов. Пусть готовится. Он друг Собянина. Он друг Собянина. Да, друг Собянина. Ну, знаешь, сейчас с Собянином дружить, таких историй очень много. Те, которые дружили, хороводики водили, и чем все закончилось. Ну, в общем-то, вот так. И мало того, и Боня то же самое там, в костюме щипаного страуса. Ты знаешь, и Бонечка тоже тут три дня назад стала выдавать, еще не понимая, появится она в Канах или нет, выдавала, что так Россия любит, так Родину. И все это понятно, что это все с зет-прононсом говорится. Все это не говорится с точки зрения разумного, здорового человека, человека, который отрицает войну как таковую. Нет, она говорила это с какой-то гнилью. гнилостно как-то вот от этого гнилью пахнула. Лично мне, я это услышал, эту токсичность в ее этих признаниях в любви. Ведь, казалось бы, что может быть лучше, когда женщина говорит о том, что, слушайте, я люблю свою Родину, я со своей Родиной и так далее. Но в данном, в контексте Бонни, она известная вру, вру не, она прихуха страшная вообще просто. И вот они вдвоем, ладно, оторвемся от того, что они там говорили, они вдвоем в Канах. Я так думаю, ты понимаешь, в Канах все-таки нет этого, нет этого понятия какой-то легитимности этого человека, какой-то рукопожатности его в данный момент времени. Никто ведь в Канах не представляет этих женщин и перед ними не говорит, не бежит и не говорит, не говорит, слушайте, они двое, эти две, они просто шаболды. Они шаболды, периферийные, на них клейма негде ставить уже. Они за войну, люди гибнут. Знаешь, у меня честно тебе скажу, шальная мысль все-таки была такая, что вдруг какая-нибудь украинская активистка, девчонка какая-нибудь там на фестивале подойдет и огреет Собчак чем-нибудь таким или обольет ее чем-нибудь тоже. Так не больно, не сильно, но чтобы Собчак поняла, что она под присмотром, что за ней все-таки наблюдают, что не просто так она рассобаченная приехала и тут по буфету уже гуляет вальяжненько, нет, уже прежний гулик не будет, но нет, не нашлось этого человека, а может быть, Собчак себя так окружила бодигардами, мы всего не знаем. Хотя у нас ругали еще не вечер. Не на разных машинах подъезжала красные дорожки, там как-то шифровалось и так далее, и все это ей стоило, и как и Бонни, кстати, миллионы денег, то есть они же заплатили какие-то баснословные деньги за билеты, то есть там что-то около чуть ли не трех тысяч евро один билет. Да, около трех тысяч евро стоит билет пойти, ты знаешь, покрасоваться, пройтись, ну что ж, пусть, пусть хорошо. Видимо, для этого у них есть настроение, у них есть жизненные силы, административный ресурс, женщины, они богатые. Боня тут же не применула похвастать тем, что ей какой-то мужик уже золотые часы на руку надел, тут же, в общем-то, она себе не изменяет. Пусть, пусть все так и будет. Посмотрим, что будет дальше. Просто вот так странно, откуда у этих людей на самом деле деньги, когда вся экономика страны, она направлена на ВПК, да, мы знаем, что многие живут без туалетов, если выехать за кольцо, да, Москвы, откуда, и тем более сейчас, и почему именно сейчас, ведь два года они были запосплеены на все эти фестивали и так далее, но сейчас, именно сейчас, они вот приехали. Это может быть, знаешь, к общей усталости вопрос относится. Общей усталости. Да, да, все устали, люди не хотят отслеживать, кто куда уже поперся и так далее. Наиболее рьяных, конечно, таких наглядных будут ловить, шеймить их, будут их щемить по углам, там где-то в Европе под камерой, для того, чтобы выложить это в сети, все видели, что там их ждет, Киркоров уже не может никуда поехать, он не может по этой же причине, он не был на Евровидении, он понимал прекрасно, что если он там появится, его будут именно что-то щемить, понимаешь, люди, и они будут не обязательно русскоязычные, эти люди, которые будут там его ловить и не давать ему просто место, он выйдет, ему придется ездить в следующий раз туда, где волки с вами боятся, понимаешь, вот в такие вот места, а не то, что он поедет на всеевропейский праздник музыки. Боня, ну, что до конкретики, Боня берет деньги от рекламы, она продает рекламу у себя в соцсетях, какую-никакую рекламку там она у себя ставит, понятно, что она загибает какие-то огромные ценники, потом, видимо, она опускается в этих ценниках, но чтобы только зарабатывать все-таки мисс Краснокаменск и так далее, хочется зарабатывать, ну, еще плюс деньги от мужчин, там разными способами, когда так, когда сяк, когда по-быстрому, когда можно просто так вот разговором, обедом каким-то отбрехаться, но когда придется отрабатывать уже и по полной, и туда, и сюда, и без трусов, как по-взрослому, поэтому деньги еще оттуда. В любом случае, все эти перемены, как ты думаешь, женщина, которой 44 года, она будет делать улучшайзинг по всему телу, грудь, задницу, полностью перекраивать лицо, по-настоящему богатые женщины, живущие во Франции, которые даже выходцы, например, из Восточной Европы, которые познали, что такое богатство, богатая люксовая житуха, они никогда это все с собой делать не будут. Они уже расслабились и сидят шампанским у своих личных бассейнов. Я с одной такой знаком, между прочим. Она себя ведет очень сильно расслабленно. Очень сильно расслабленно. И на три года младше Бонни, между прочим. Ее вообще не волнует то, что она должна для кого-то там себя ретушировать. Она в принципе красивая женщина и не собирается точно себя улучшать ни для кого в этой жизни. У нее уже все есть. Ну вот так вот. Собчак то же самое продает рекламу у себя в соцсетях. Но это тоже до поры до времени. Потому что Собчак еще парочку каких-то таких интервью левых, с левыми персонажами. И я думаю, что они прищучат ее и вообще запретят ей любую рекламу в ее медиа. Ну а значит ее, например, иностранным агентом. Такое тоже может быть. Просто взять и заткнуть Собчак. А без рекламы она не сможет оплачивать свою группу, она не сможет вообще производить продукты. Такое тоже может быть. Или опять-таки превратить Собчак не ходящую по лезвию, а в абсолютно зет-пропагандистку и все. Такое же тоже. Взять, вернуть ее, например, в какой-то эфир первого канала, поставить ее и сказать, все, ты здесь работаешь. Хочешь быть у корыта, тебе и овес нужен срочно. Наш сладкий, золотистый. Не то, что для быдла. А такое отдельное очень, да? Да-да-да. Давай, котик, отрабатывай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok